Они пришли на место, называемое Гефсимане, и Иисус сказал Своим ученикам, «Посидите здесь, пока Я буду молиться». Он взял с собой Петра, Иакова и Иоанн. Его охватили ужас и тревога. Тогда Он сказал им, «Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте». Отойдя немного, Он пал на землю и молился, чтобы, если возможно, этот час миновал Его. «Абба, Отец!» – сказал Он. «Ты все можешь. Пронеси эту чашу мимо Меня. Но пусть все будет не как Я хочу, а как Ты хочешь». Затем Он возвратился и нашел их спящими. «Симон?» – спросил Он Петра. «Ты спишь? Неужели ты не мог пободрствовать хоть один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». Иисус снова ушел и молился теми же словами. Когда Он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. Они не знали, что отвечать Иисусу. Возвратившись в третий раз, Иисус сказал им, «Вы все спите и отдыхаете?» «Довольно. Время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем». Вот уже и мой предатель приблизился. Он еще говорил, как появился Иуда, один из двенадцати, и с ним толпа, вооруженная мечами и кольями. Их послали первосвященники, учители закона и старейшины. Предатель так условился с ними. «Хватайте того, кого Я поцелую, и уводите под стражей». Придя на место, Иуда сразу же подошел к Иисусу и сказал, «Раби!» и поцеловал его. Пришедшие с Иудой, схватив Иисуса, взяли его под стражу. Один из стоявших рядом вытащил меч, ударил им слугу первосвященника и отсек ему ухо. «Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями, чтобы арестовать меня?» спросил их Иисус. «Каждый день я был с вами в храме и учил, и вы не арестовывали меня? Но пусть исполнится Писание. Все ученики оставили его, и убежали». За Иисусом пошел лишь один молодой человек, завернувшись в покрывало на голое тело. Когда его схватили, он вырвался и убежал голый, оставив покрывало в руках у стражников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok